Здравствуйте, друзья! С вами Светлана Быкова. И этим интервью с известным инфобизнесменом Иваном Бытько я открываю серию интервью с успешными людьми. И вопрос, который мы будем рассматривать, это о секретах заработка денег. Это будет короткое интервью, но в нем вы сможете узнать, почему эти люди, которые отвечают на мои вопросы, уже достигли успеха, почему они успешные, почему они живут сегодня той жизнью, о которой мечтают еще только пока многие. Итак, представляю вам Ивана Бытько, инфобизнесмена, создателя онлайн-видео-студии VideoJam. Он помогает людям найти свое призвание, также проводит тренинги по ораторскому искусству, по ораторскому мастерству, обучает людей созданию продающих видео, выступает на радио и телевидении, проводит лекции, семинары и мастер-классы. А также он разработал и снял видео под тренинг «Секреты поиска предназначения или кто я», в котором впервые дает пошаговые техники, которые помогают ответить на вопрос, как найти свое предназначение. А также он автор известного тренинга «Секреты поиска предназначения или кто я». И видео, опубликованное на YouTube, стало вирусным и за считанные недели набрало более 27 тысяч просмотров. Также Иван является победителем всеукраинского дебатного турнира и был кандидатом на звание «Харковчанин года». Итак, Иван, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Светлана. Первый вопрос. Чем для вас являются деньги? Что они для вас значат? Хороший такой вопрос. Деньги – это, конечно, очень большая, сильная энергия. И я отношусь к ней как к энергии, потому что ее можно направить на что угодно. И она не имеет ни плюсы, ни минусы, я бы так сказал. Многие деньги ассоциируются с чем-то негативным. В основном, на самом деле, нас приучают так. Богатые люди, они там какие-то плохие. Но на самом деле это и делает людей бедными, пока они считают, что деньги – это что-то злое. Я считаю, что деньги – это энергия. Все зависит от человека, куда она ее использует. Но также средства. Средства для осуществления своих целей, для помощи другим людям. Потому что без денег… Ну, я бы так сказал. Вообще 95% всех проблем решаются деньгами на самом-то деле. Вот если у вас есть деньги, 95% всех проблем они решаемы. Это не значит, что все можно купить, я не считаю так. Но 95% действительно так и есть. И когда деньги есть, это гораздо лучше, чем когда их нет. Потому что в детстве я прожил период, когда у нас совершенно в семье не было денег. И я пришел к выводу лично для себя, что быть бедным – это преступление. Это преступление против себя. Еще что хуже – преступление против своей семьи. Потому что ты не помочь не можешь никому, не обеспечить свою семью. Быть бедным – это ужасно. Я бы так сказал. Это моя личная философия, моя личная конституция, которой я придерживаюсь. Поэтому деньги – это энергия. И хорошо, когда у вас ее много. Потому что она позволяет вам реализовывать ваши цели, путешествовать, помогать близким, помогать другим людям. Деньги – это хорошо. Спасибо за ответ про деньги. Что я сейчас уловила для себя? На чем я еще акцентировала внимание? Что многие люди, которые сейчас являются успешными и в интернете, в своем городе, может быть, в государстве, а может быть, уже по всем странам бывшего Советского Союза, такие же люди, как и все остальные. Они когда-то не имели денег, перебивались, не могли себе позволить то, чего хотят в том числе и я, вот Иван и многие другие люди. Поэтому отсюда стекает предложение, что любой может добиться успеха. Любой может добиться успеха, но вот благодаря каким качествам своего характера, каким действиям, Иван, вы считаете, вы достигли успеха? В чем секрет? Хороших денег, заработка хороших денег. Почему одни ставят цели, зарабатывают деньги, а другие хотят, но у них ничего не получается? Конечно, качества тоже очень много. И так, наверное, сразу сходу не назовешь. Но лично для себя я бы отметил, первое, это умение рисковать. Потому что, если бы я не ушел когда-то, я был директором по развитию в компании, которая занимается коллективными скидками. И у меня была хорошая зарплата, люди в подчинении, то есть, причем мне было 24 года, но это неплохо. То есть, я себя чувствовал неплохо в финансовом плане, но все равно, конечно, не хватало. Я не мог себе позволить очень многих вещей. И я уже хотел свой интернет-бизнес. Я понимал, что это мое, и я хочу этим заниматься, но мне было очень страшно уйти в никуда. Просто взять и уйти. Потому что я пытался начать на работе свой бизнес, но понимал, что у меня мотивации просто не хватает. Ну, это лично моя. Я понял, что у меня, когда есть зарплата, нет ничего, вот так даже скажу, нет ничего более деморализующего, чем маленькая, настабильная зарплата. А если вот она еще и не маленькая, то вообще это очень деморализует. Доход есть, и в принципе поднимать пятую точку очень нелегко. А в самом начале бизнес, конечно, нелегко создать. И вот умение рисковать, что ли, потому что я ушел, взял, ушел в никуда и начал создание своего интернет-бизнеса. Я понял, что на работу я не вернусь, вот, и я хочу свой интернет-бизнес, чего бы это мне не стоило. И только благодаря этому я смог приложить достаточно количество усилий, чтобы взять его и создать. Потому что до этого я пытался, у меня не получалось, у меня мотивации не хватало, вообще деньги и так были. И это первое, то есть умение рисковать. Второе, это, конечно, умение, ну, много трудиться на самом-то деле, потому что особенно в самом начале требуется много усилий, действительно много усилий, чтобы оказаться где-нибудь лежа на пляже. Собственно, сейчас я вот в Таиланде, правда, мы уже улетаем скоро, но две недели здесь же были, путешествовали, острова, Бангкок, в общем, огромное количество мест, это вот как будто мы уже месяца полтора здесь живем, на самом деле. Такое ощущение, хотя всего несколько недель, но столько всего произошло. Но чтобы до этого дойти вот так, пришлось очень много поработать в самом начале. И тут нужно понимать, что нужно работать, чтобы получить путешествие и все остальное, нужно сначала хорошо поработать. потому что создание системы – это тяжелее, чем поддержание ее в рабочем состоянии. То есть теперь уже гораздо легче заниматься бизнесом, чем в начале. Так, следующее. Нужно конкретно, конечно, знать, чего вы хотите. Если вы конкретно знаете, сколько в месяц вы хотите зарабатывать, а это очень нужно знать, то тогда вероятность того, что вы заработаете эту сумму, гораздо повышается. Потому что если вы просто хотите зарабатывать больше, сколько больше, конкретно какая сумма будет, в зависимости от суммы, уже и методы вы подбирать будете другие. Поэтому нужно четко определиться, я хочу x денег в месяц или в неделю. Ну и, собственно, идти к этой цели. То есть умение рисковать, я бы так взял, умение работать много, конкретик увидеть, то есть чего ты конкретно хочешь. Ну и если это уже инфобизнес, то, конечно, нужно давать огромную ценность людям. То есть нужно действительно, чтобы ваша система помогала людям изменять жизнь к лучшему. Это тоже очень важно, очень важно, потому что сейчас, к сожалению, развилось очень много инфобизнесменов, которые, ну, экспертов, псевдоэкспертов, которые лично для себя, для своих целей делают бизнесы и не стремятся никому помочь, а стремятся помочь только себе и только себе. А так нельзя. Да, извините. Я думаю, что они все-таки будут отсеиваться, потому что люди тоже не глупые. Они чувствуют, когда им дают ценность, и когда просто хотят на них заработать. Согласен, согласен. Но все-таки они немножечко иногда портят, скажем так, отношения людей, которые вот на первый раз только начнут идут на обучение. К сожалению, попадая на недобросовестных тренеров, у них складывается не очень правильное впечатление об инфобизнесе, об экспертах. Но все-таки такие люди отсеются, и нужно давать ценность людям. Вот это вот, если даете ценность, тогда вам, собственно, деньгами это и возвращается, ну и благодарностью людей. Ну вот, на первую скидку я бы такие качества назвал. Ну да, в принципе, я для себя выделяю это страстное желание добиться большего, жить другой жизнью, да, обязательно действие, конкретика в цели, и какой доход вы хотите получать, и ценность, которую мы даем людям. Как говорится, сначала даешь, потом получаешь. Чем больше дашь, больше получишь, да? Чем больше посеешь, тем больше сделаешь. Я вот, допустим, взял, снял тренинг, я как раз когда ушел с работы, на последние свои деньги, которые у меня оставались, я снял тренинг «Цикли ты поиска предназначений или кто я», и, собственно, вот сейчас уже там за 35 тысяч просмотров, хотя длится на 40 минут, и там вот действительно контент дается, и я два года разрабатывал этот материал, два месяца мы снимали, потом две недели монтировали это все, это очень нелегко, я так скажем, был. И я дадал это абсолютно бесплатно людям. И теперь это возвращается очень, ну, фу-фу-фу-фу. Мне нравится обратная дата. Я, к сожалению, этого не видела, надо будет посмотреть, но я думаю, такое количество просмотров, именно когда полезность даешь, и когда люди могут провести себя аналогию с тем человеком, который дает эту информацию, да, когда они видят себя, и что они могут также сделать. Конечно, конечно, потому что у меня детство было очень, очень нелегкое. То есть я сирота, на самом-то деле, в 15 лет умер, ну, нет, в 11 лет, когда мне было, умер мой отец, в 15 лет умерла моя мать, и, ну, как бы, у меня нелегкое детство было. Это вот сейчас я глядываюсь, тогда я этого не понимал, но сейчас уже сравниваю. Я понимаю, что очень нелегко. Когда нам газ отключали, я спал под тремя одеялами, и, там, за зиму, помню, помылся три раза всего. Ну, то есть это было нелегко. Вот, и любой может добиться. Я был очень закомплексованный, очень застенчивый. Вот, но если есть цели, есть действительно конкретные действия, ежедневные какие-то, по достижению цели, то в итоге вы все равно придете. Если вы хоть как-то ползете к своей цели, вы доползете. А вот если не ползете, то, к сожалению, никогда не придете. Да, это точно. И хотелось бы, чтобы люди именно услышали сегодня, что вы говорите, да? Да. И тогда, наверное, уже последний вопрос, третий. Что вы можете пожелать тем людям, которые сейчас еще в поиске точно так же ищут возможности изменить свою жизнь, улучшить свою жизнь, может быть, открыть свой бизнес или зарабатывать просто больше. В общем, стремятся к большему, чем что они имеют сегодня. Ну, не в качестве рекламы. С первого, что если вот есть вопрос о поиске призвания, да, это действительно посмотреть тренинг секреты поиска предназначения, потому что это единственный тренинг, где там собраны конкретные техники для поиска призвания. Ни одного такого, в принципе, нет. И он людям очень много помогает, там отзывы есть. Да, многие мечутся, просто даже не знают, какой у них... Это первое, что сделать нужно, определиться, кем вы хотите быть. Это первое-первостепенное. После чего я бы порекомендовал, когда вы определитесь, кем вы хотите быть, то я бы рекомендовал найти эксперта в той теме, да, там, не знаю, может, это интернет-магазин какой-то будет, или все что угодно, и записаться на тренинг к какому-нибудь эксперту, чтобы на тренинге вас, грубо говоря, пинали. Это очень хорошо. Я сам постоянно сам прохожу тренинги, то есть обучение – это один из моих наркотиков. Да, я согласна с вами. Второе – это кофе, а первое – это обучение. И обязательно проходить тренинги, обучаться постоянно, потому что на тренингах это отличается от книг всяких тем, что вас заставляют делать. Делать, делать, делать. Потому что пока вы работаете на работе, по себе знаю, как это тяжело взять и начать свой бизнес. Поэтому записаться, начать действовать. Так будет гораздо легче. Гораздо легче. Да, когда кто-то ведет, показывает уже путь, который прошел сам на своей практике, через свои ошибки, и уже достиг успехов. Это, конечно, то, что надо. Совершенно верно. Для людей, которые ищут. Плюс там еще будет группа, и когда вы видите, что другие люди, такие же, как вы, тоже достигают результатов, это очень мотивирует. Это очень мотивирует. И последнее – это, конечно, глобальные такие советы, но без них никуда. И последнее – это, естественно, делать что-то каждый день. Ну, хоть какой-то маленький шажок, но каждый день. И за счет вот этих маленьких шагов, но каждый день, постепенно, постепенно, вы даже не заметите, а оно возьмет и реализуется. Если вы будете реализовывать. Пусть не так быстро, но год, два, три, и за пять лет можно достичь любую цель. Вот за пять лет можно любую цель достичь, какой бы вот она ни была. Поэтому, если вы хотя бы каждый день будете хоть что-то делать, то за пять лет точно достигнете. А если активно будете делать, то гораздо быстрее. Потому что вот у меня на тренингах люди там создают за два месяца свой бизнес, да. За полтора месяца уже начинают там по несколько тысяч долларов зарабатывать. То есть, на самом деле, если захотеть, то можно гораздо быстрее. Не только у меня, у других экспертов, у других тренингов. То же самое. Главное найти себе, и очень быстро можно, на самом деле, все это реализовать. Было бы желание, ну и смелость менять что-то. Вот не бояться менять что-то в своей жизни. Потому что очень много людей сидят в зоне комфорта, и они вроде хотят что-то изменить. Но менять их привычный образ жизни, им так тяжело, это так дискомфортно, это что-то новое, это непривычно, зона комфорта, оттуда тяжело выйти. Прям вырываться из зоны комфорта, ничего страшного с вами не случится. Но ничего хуже уже быть не может, поверьте. Вот это точно. Если вы будете как-то обучаться бизнесу или чему-то, поверьте, только лучше будет. Хуже, в принципе, стать не может. Если вы из зоны комфорта выходите в плане обучения, то это в любом случае рост, это развитие, это поможет вам. Поэтому не бойтесь, постоянно обучайте, записывайтесь на тренинги, находите свое призывание и действуйте каждый день. Точно, так и есть. Я когда-то была на тренинге в Риге, в Латвии Джона Вон Эйкина, там были известные тоже мировые, известные сетевые предприниматели, известные люди из Америки. Там девиз был «возможно все». Да, совершенно верно. Возможно все. Я полностью с этим согласен. Огромное спасибо вам, Иван, за это интервью. Пожалуйста, Иван. С удовольствием посмотрю вашу запись на YouTube, ваш тренинг. И будем тогда оставаться с вами на связи, будем отслеживать успехи, которые обучаются у вас и ваши. Огромное вам спасибо и больших успехов. Взаимно, Светлана, взаимно. И тоже вам желаю роста и развития тоже в вашем направлении. Спасибо. Всего доброго. Удачи. До свидания. До свидания.